Раф, как мы можем принять это в молитву многих? Как мы… Мотни, что ты говоришь? Какая синалога? О чём? Наша синалога – это наши зумы, это наша работа. Это нормально зумы, но это приводит к тому, что мы отключаемся от работы, и мы встречаемся как можем. Но это не совершенно делать эту молитву многих, и мы не в состоянии… Мы каждый в течение суток должны добавлять свои желания, свои хиссароны, свои разговоры к мировому клей вокруг часов, вокруг глобуса. И таким образом мы приближаемся к состоянию, когда у нас есть одна молитва всех вместе к Творцу, к одному Творцу, и так это принимается, и на это он отвечает. И неважно, в каких состояниях ты находишься и когда ты в них находишься, когда человек добавляет несколько своих предложений, когда ты хочешь сказать Творцу через товарищей, в течение 24 часов это включается в общую молитву. Так если каждый в течение дня, в течение этого времени включает всю десятку всех товарищей и обращается к Творцу, включает это в своё сердце, это делает это молитвой многих? Да, да. Это и называется молитва многих. Молитва многих – это молитва за многих. Даже если каждый молится и не чувствует других, и не видит других, и не находится в том же помещении, это неважно. Это неважно, но он находится в том же желании. Место – это желание. Это как храм. Это место. Это желание, вернее сказать, которое мы хотим осветить. Сделать его радиоотдачи. Это называется храмом. Всё. Сделать его радиоотдачи.